В Уфу приехал Луиджи Пиньотти. Это человек, который долгое время работал с Рудольфом Нуреевым, легендой мирового балета и нашим прославленным земляком. Но сегодня, господин Пиньотти, наш гость. Здравствуйте, Луиджи. Здравствуйте. Вы почетный гость 22-го международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. С какими чувствами вы приехали в Уфу? Я приехал в минуточку, и я иду в отель, и я не спал всю ночь. Много эмоций испытывает, потому что в течение 30 лет он слышал рассказы о буфе от Рудольфа, и сейчас он наконец-таки посетил наш город. Потому что Рудольф очень часто говорил о буфе, каждый день практически. Потому что Рудольф был разделен телом, но не душой. А что он говорил об буфе? Какие это были воспоминания? Какие рассказы? Рудольф был молодым, он был влюблен в танец, он жил мечтой о танце. Он не так много информации давал о буфе, потому что он прошел достаточно малое количество времени в нашем городе. Но все его рассказы были о буфе, но все его рассказы были влюбленных юношах танец. Но это были тяжелые воспоминания в том числе? Нет, малинкония. Малинконич. Потому что Рудольф был романтиком. И, конечно, он был влюблен в ностальгии в своем городе. Его рассказы были больше меланхоличными, потому что он был романтиком в душе. Все-таки чувствовал, испытывал некую ностальгию к нашему городу, но остался в Париже, потому что он жил страстью к танцу. Он хотел развиваться в танце, и поэтому он решил остаться в Европе. А вы помните, как встретились с Рудольфом? Первый раз он увидел Рудольфа в большей предыстории. Рудольф пробовался, он репетировал в театре «Ла Скала». И у него заболели ноги, и он обратился к дирижеру театра, потому что тот говорит, что он работает с руками, а я работаю с ногами, и мне нужен массажист. Дирижер сказал, позвони Луидже. И потом Луидже связал с синьора, где-то около пол одиннадцатого ночи, он уже был в кровати, и сказал то, что знаете, что в Милан приехал Муриев, и ему нужна помощь специалиста. И Луидже приехал в Баттель, он сразу говорит, что здесь живет 80 метров лишний. Потому что все открывали двери, были вежливы, и вот открылся лифт, спустился Рудольф, он был только в полотенце на бедрах. Это очень удивило Луидже. Потом он осмотрел его ноги, и он уже знал, что нужно с ним делать, и в конце Рудольф сказал то, что он большой молодец. С тех пор вы подружились, да, сколько дружбы это длилось по времени. 28 лет он путешествовал по всему миру за Рудольфом, сначала как его физиотерапевт, а потом как его менеджер, после того, как более, ну, старший менеджер ушел. А в целом больше 30 лет он знает Рудольфа. Каким человеком был господин Муриев? Тяжелым? Для Луиджи нет, Рудольф не был тяжелым человеком. Рудольф больше был человеком, который хотел объять весь мир, хотел объять необъятным, ему было интересно все. Да, Рудольфу было тяжело, потому что он не мог перевести свою семью к себе, и он был один в Европе, но поэтому у него была страсть к общению, он общался с людьми, и он старался быть везде и повсюду. Но он как-то прислушался именно к вашему мнению, вы наверняка ведь ему давали какие-то советы, о чем-то просили. Как он реагировал? Это не Рудольф советовал, помогал мне, а наоборот я ему, потому что он только танцевал, и все. А в год у него счет его спектакля доходил до 280. Нет, не трудно, потому что Рудольф был очень ответственный, прежде всего, с самим собой, и очень ответственный с другими. У него было расписано все по месяцам, он знал, что нужно делать по часам, он относился ко всему этому очень внимательно, и старался преуспугать во всем, что касалось танцев, то есть учиться чему-то новому, пробовать что-то новое. Все у него было расписано по часам, именно танцам, поэтому он мало говорил, но много делал. Лучше, вы впервые в жизни в Уфе, в нашей республике. Я знаю, что у вас какая-то определенная миссия есть, да, с которой вы приехали. Нет, всего лишь увидеть город, в котором рос Рудольф, о котором много рассказывал, потому что Рудольф для них, он был мечтой, которая дала возможность мечтать. Вам уже удалось прогуляться по городу, увидеть ваше впечатление, хотелось бы узнать. Пока все его программы связаны только с специальным Рудольфом Нуреевым. Вчера он посетил спектакль, сегодня он посетит хореографическое училище, в котором учился Рудольф, и потом он будет присутствовать в воскресенье на гала-вечере в фестивале, и потом вернется в Милан. Для него это просто, ну, это поездка, как осуществление мечты увидеть город Рудольфа. Когда вас пригласили на фестиваль, стать почетным его гостем, как вы восприняли это приглашение? Его пригласила Юлия, с которой он познакомился в Милане. 10 августа он был в отпуске, она ему позвонила и предложила поехать, приехать к нам в Уфу. Он подумал и решил экстренно прерывать свой отпуск 20 августа, потому что у него был просрочен паспорт. Он вернулся в Милан, хотя его отпуск должен был быть до 5 сентября. Вернулся в Милан, оформил паспорт и подал на визу в Россию, на российскую визу. Консульство было закрыто, и только 9 сентября он получил визу и сразу же прибыл сюда, и с большим удовольствием. Хорошо, что вы ждете от этого фестиваля для себя? Вернулся в Милане. Он с ним уже познакомился в Милане. И сейчас он хочет пригласить его в театр Ласкало в декабре, для того, чтобы он исполнил свои партии. И таким образом он хочет наладить так называемый канал культурный между Италией и Россией. Это очень отрадно. Когда вы приедете обратно в Милан, вы уже будете встречаться с родственниками, с друзьями, с коллегами по цеху. О чем вы им будете рассказывать в первую очередь? Во-первых, Луиджи ничего плохого про Уфу не расскажет никому. Потом, когда он приезжает в Милан, на следующий день он встречается в Милане со Светланой Захаровой, которая будет танцевать партию «Жизель». Она одна из тех людей, которые знают, что он в Уфе, потому что до его поездки он с ней встретился и сказал, что я еду в Уфу. И она его очень поддержала, говорит «давай, давай». Но в целом он будет рассказывать про культуру, потому что российские города для него в первую очередь это культура. Так же, как Рудольф, он всегда рассказывал про культуру, он знал всех деятелей российских, он много про них рассказывал, рассказывал за столом, рассказывал везде. И Рудольф для него человек, он привел, конечно, сравнение, то, что Горбачев изменил мир, а Рудольф таким же образом изменил весь танец. Вчера вечером, когда Луиджи приехал, первым шелом Паппору, вот был борщ. Он готов есть борщ в Сидни. Я вам советую попробовать не только борщ. Спасибо, что были сегодня нашим гостем, Луиджи. Спасибо большое. Спасибо за это. Спасибо. 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 Спасибо.